Красный огонь! Красный, есть поражение! Это будет не совсем обычное видео. Сегодня мы посмотрим прохождение той самой ПВЕ-операции Плата за грех, которую вроде бы сначала добавили в игру, потом сразу же убрали, но некоторые всё-таки успели попасть на эту миссию и пройти её. Она очень долгая, так что усаживайтесь поудобнее. И сразу оговорюсь, да, к сожалению, сорян, но, к сожалению, мне прислали именно видео записанное прохождение, а не сам реплей, поэтому я не смогу с какого-то определенного ракурса покрутить здесь камерой, что-то поменять. Вот как человек, который мне прислал, как он эту миссию записывал, в основном сверху камерой, так мы, к сожалению, и будем на неё смотреть. Но, по крайней мере, это даст нам возможность посмотреть хотя бы, что будет происходить в этой миссии, и, что самое главное, какие здесь будут задачи. Поехали! А, это то самое начало. В общем, какие-то красные, судя по всему, ЗТЗ-хи приехали и развалили каких-то наших союзников, а нашу базу, видимо. И первая задача, которую нам нужно будет выяснить, что осталось с разведчиками Перигелия. Я так понимаю, мы начинаем с одного конца карты, это будет, скорее всего, конец, другой конец карты, или там ещё не конец будет. Да, судя по всему, это конец будет карты. В принципе, я смотрю, она довольно-таки маленькая, а потная, судя по всему, потная. Я так понимаю, да, начинают как раз, все начинают оттуда. Сетап здесь такой себе. Две ЗТЗ-хи, пятнашка и две ЛТЗ-хи. Посмотрим, насколько быстро ЛТЗ-хи сдохнут, как это обычно бывает в ПВЕ-миссии. В общем, будем смотреть, ну, вот как происходило, как это всё происходило. Как я уже сказал, я здесь не смогу покрутить как-то камерой. Надеюсь, да, давайте, давайте будем смотреть. Надеюсь, всё-таки подписчик, который прислал, будет периодически переключаться хоть на кого-нибудь, чтобы на миникарту посмотреть ещё, как это на миникарте выглядят, все эти разъезды. Но, как бы, тут уже я ничего с этим не поделаю. Хотя бы будем видеть... А, кстати говоря, слушайте, а правда, как мне и говорили, красные батейки. Хотя бы посмотрим, что в целом здесь происходило, потому что здесь будет довольно-таки потная катка, судя по всему. Ну да, ЛТшки, которые впереди стоят и перестреливаются. Это быстрая будет сейчас ГГ. ЗТЗ врывается. Так, первая какая-то промежуточная точка, которую нужно захватить, на принципе, сразу же практически под боком. Как вы видите, на прохождение этой миссии выделено вот вверху таймер 30 минут. Охренеть. Обычная ПВЕ-шная миссия, ну, сколько там? 10-15 минут потолок. Ох, судя по всему, мы еще и будем слышать постоянно стрельбу с автопушки от Пятнашки. Да, это, конечно, тоже не весело будет. Ну да ладно, я потише хотя бы звук сделал. Здесь такая жесткая громкость была. Хотя и то, может быть, на самом деле громковато. Но, надеюсь, нормальный уровень громкости. ПВЕ-режим? А, у Пятнашки... Ха, у Пятнашки такой и есть ник. ПВЕ-режим. РЕЖИМ. Причем? Так, ну это, конечно, все классно, что сверху вид. Но, блин, переключись на кого-нибудь. Ребят, пожалуйста, если вы в будущем будете присылать мне какие-то подобные реплеи, файл реплея, не присылайте мне видео, как вы записали, файл. Теперь, я надеюсь, те, кто не понимал, почему тебе нужен именно реплей файл, а не вот я тебе классное видео записал. Вот поэтому, потому что я не могу камерой правильно покрутить, а мне приходится смотреть это как-то вот так. Как-то сверху. Так, следующая задача у нас подъехала осмотреть базу. А, ну, видимо, это та база, как раз на которой наших сейчас всех отоварили, да? А, нет, вот какая-то промежуточная. Еще какая-то маленькая промежуточная точка. Ну, я так понимаю, если честно, я так понимаю, здесь ничего такого сверхинтересного происходить не будет, но хотя посмотрим в плане каких-то там механик, событий. Здесь просто будет, особенно в конце, дохрена ботов. Пошел зажим. Надеюсь, пятнашка первая поиграет. Этот звук автопушки уйдет. А, пятнашка. А, так это как раз же, да, собственно, это как раз же игрок, который прислал. Судя по значку оранжевому, он как раз играл на пятнашке, поэтому мы и... Да, логично, поэтому мы и слышим этот звук автопушки больше всего. Ну, классический замес небольшой. Пах. Что мы смотрим? Вернись, вернись хотя бы к экшончику. Так, база. Кстати говоря, нифига себе здесь, серьезно. Долго, кстати говоря, надо базу брать. Больше, чем минута была, да? На точку. На захват. А, союзники еще и взялись, ехали, красавчики. А нафига правильно? Втроем хотя бы по сути. Слушайте, а ЛТшки-то еще живые внезапно? Бах. Сфинкс поиграно. Т-14-52. На ходу дает тандерболту в лицо. Так, базу осмотрели. Следующее. Освободить базу. Забавно. А, освободить базу это... Это как раз... А, ну туда уже нужно проезжать вглубь. Я так понимаю... Не, на самом деле карта очень маленькая. Я так понимаю, вот здесь как раз сейчас на этой базе и будет весь замес. Так, тендерболт. Первый пошел. Без возрождения. Кстати говоря, это вопрос. Здесь их нету? Возрождений. А если никто из них не возродится, то судя по всему, да. Здесь отменили возрождение. Не, бывает в ПВЕ, я вижу, союзники, не все они возрождаются. Для меня это большой вопрос, почему. Но бывают и такие. Сейчас посмотрим. Следующий на ход у нас на... ЗТК, по идее, на очереди в ангар отлететь. ЗТЗ прям жестко впереди, но ЗТЗ могет. В первых рядах. Правда, когда сфин залетает ему в спину, он не могет уже. Так, Офелия пошла. ЗТК отлетел. Не возрождается. ЗТЗ заремкался. Вот они остались втроем. Не жестко, слушайте, поехали боты. Здесь торопиться к этой точке явно не нужно. Ботов много вылетает. Нужно сначала вот эти первые пачки. ЗТЗ отлетает. И все? И тоже не возрождается? Прикиньте, походу здесь возрождения нету. Вот это поворот. А ботеет-то дофига. И они вдвоем остались и вытащат это? Серьезно? 22 минуты еще впереди. А они вдвоем уже. Жестко. Ну, судя по нику PVE-режим Он хорошо играет PVE-режим Плюс пятнашка В PVE-режиме, конечно, Могет наваливать. Ну, почему же ты не тыкнешь По нику, чтобы можно было От первого лица посмотреть? Почему ты летаешь камерой Без остановки? PVE-режим. Ну, можно же На control нажать И Нажать на Имя свое Или другого игрока И посмотреть От его лица Да, у них все еще миссия освободить базу И они уже вдвоем Никто из тех, кто в союзниках были Не возродился Так что, судя по всему, здесь Возрождение закрыто Слушайте, ну это Вот это уже интересно Вот я чувствую Я захочу запотеть в эту миссию Это звучит как вызов Возрождений нету Но ремки работают, судя по всему Ремки В выполнении ХП работают Хотя бы Да, собственно Пачку отстрелили Теперь можно спокойно заезжать И забирать базу Я так понимаю Больше Второй волны какой-то не будет И в принципе здесь вдвоем Они берут за 50 секунд Базу Ну, там 60, наверное, было в начале Ну и, судя по всему, это конечное Да, остальные Сейчас события будут развиваться здесь На самой базе Я так понимаю Дальше здесь вроде как-то Ехать особо уже некуда Ну да Первая волна прошла И все Здесь больше всего народа Ох, кто там высаживает А-а-а Тут еще и десант у него с собой Гранатометчики Опа, тут как раз сзади Очень кстати гранатометчики Тут сзади Картоний залетает И в спину его начинает бахать Он вовремя прожимает ремку Как из АТЗ, кстати И все Гранатометчики тупо забегали Ни хера не делают, да? Не, что-то стреляют Но застреляют в XM1А3 Блин, они в трабо Короче, захватываете базу И освободите базу Сразу же, моментально Как только время подходит К середине или к концу захвата Прилетает толпа сзади Имейте ввиду Ой, как же ЗТЗ классно будет отрабатывать В ПВЕ Зря он накидывает По несколько фосфорных ракет Потому что урон Не суммируется В любом случае От одного и фосфорной ракеты Только будет идти урон Или по всему Он не в курсе Пор-пор-пор-пор-пор-пор Хороший дуплет Минус Так Все Да, где-то вот до середины По-моему, счетчика дошло захвата базы и появились сразу сзади типы. Будет забавно, если они сейчас появятся опять концовочки теперь с другой стороны. Так, но они по ремке уже использовали. Пополнение хпшки. По идее, боекомплект опять 10 секунд и появляется тип. Ну, боекомплект, я надеюсь, здесь можно пополнять, как обычно. Бу! Да! Сзади еще подъехали, но в принципе они успели забрать. А теперь нужно защитить базу. Так, а где? Че захватывать? Этот же кружочек? Или появился какой-то другой? Я пока что-то не вижу на миникарте. Ой, на миникарте, на карте. В принципе. Миникарты тут нифига не видно. В общем, две волны, получается, да? Сзади подъезжают. Не вижу здесь пока, что нужно захватывать. Либо точка дальше. Ну, в общем, сейчас ботеек этих убьют. Я думаю, поедут куда надо. Увидим. Защитить базу. Да, скорее всего, там в глубине будет точка. Как бы это ни была как раз последняя точка, ну, блин, вдвоем ее будет, конечно, тяжковато охранять. О, красненькие ботейки. Следующие красненькие ботейки. А, вон, с правой стороны. Да, с правой стороны последняя это будет точка, которую нужно будет защитить. Так, а защитить базу, а почему красный горит? Надо захватить, получается. Оп, а там конец карты. Не получилось проехать. Да, здесь уже заканчивается карта. Он не видит оттуда, да? Там скалы мешают. А, кармашек вроде неплохой, но, походу, там оттуда ничего не видно. Все в ДЗ. Ликсэнка. Танкует. Автопушка еще есть? Так, ну, какой-то всего лишь один был. Это даже не волна ботиек была. Заняли позицию. Ну и финалочка, я так понимаю. Ну, какая-то пока... Пока очень вполне себе стандартная, простая миссия. Но, я так понимаю, будет все веселье в конце именно. Да, гранатометчики наконец-таки отрабатывают свой хлеб. Значит, а ботиеки не особо с ними справляются, смотри, да? Они в уничтожении ботиек... Ой, в этих десанты... Не настроены? О, меркавка врывается жестко. Жестко. И еще одна меркавка. И еще одна меркавка. Ё-моё. Сколько их тут? Попробуй сдвинуть, называется. она в принципе стоит на базе не дает захватывать но зато за я смотрю вообще имба просто повые просто стоит и меркавка ничего не может сделать так следующая волна меркавок короче до 2 минуты получается занимает захват этой базы но если одному если вдвоем то поменьше следующая бодрая волна ну в целом они приезжают и такими большими толпами по три по четыре танка если бы здесь союзники хотя бы еще один был было бы намного легче он еще остановился забавно он увидел за т.з. и такой и босс сломался типа чё за мне пробивать аэска брэдлик меркавада просто воткнулась в труп и зависла еще одна плк ну в принципе картон не так страшно банк ну сбили сбили по крайней мере бодрая кашка брэдли добить добить брэдли а брэдли добить никак не видно не видно брэдли брэдли тоже в трупик воткнулся и стоит сейчас будет еще одна волна где-то вот короче я так понял здесь будет бесконечные волны типа здесь будет вот просто пачками по 4 где-то бота приезжать порционно без остановки ну меркавка здесь вообще просто в тупую воткнулась в труп и не знаю чё и делать я так понимаю секрет успеха вот еще одна пачка высадилась зачем он накидывает за т.з. сразу по несколько фосфорных птаров я не понимаю толку от этого же никакого она уже дамажит только один раз ну да еще одна пачка и я так понимаю эти ботики сейчас просто а зачем он съезжает а ну здесь побольше пачка приехал уже короче я так понимаю самая главная сложность этой миссии это вот в конце бесконечные волны есть вариант сейчас посмотрим есть вариант что эти волны будут увеличиваться и сначале там приехала 3-4 танка потом их приезжает 5 потом приезжает 6 потом приезжает 7 давайте посмотрим раз-два-три-четыре-пять номеркавка до этого была о боже просто дичь тут сейчас можно будет просто отгородиться на самом деле трупами ботеек этих и ботейки просто не проедут ой пятнашка без хп 33 хп сейчас может поиграть ее продолжает сфинкс кошмарить ой жесть мясо вот это конечно мясо а ну и все и ботейки просто воткнулись трупы и все и стоят вполне возможно что из-за этого эту миссию увели на доработку ботейки немножко у них про программы сбитые но он сам поехал фосфор свой прикольно не горит странно ну как бы да и все вот они стали уткнулись просто в толпу и не знаю чем делать у него на пятнашке осталось 9 хп и он красиво просто стал за трупиками и все а вообще закончились уже снаряды ну все принципе так понимаю здесь все боты не едут они не знаю чем делать пока ты я так понял не добил этих ботов не появляется следующая волна так что вполне возможно что какого-нибудь 1 батейку может быть есть смысл просто-напросто оставлять живых и тогда не будет появляться следующая волна его блочить и все миссия выполнена так что ребят как то так ждем когда появится эта миссия и сможем попробовать самим возможно какие-то будут переработки доработки и она будет пожестче но пока так выглядит вполне себе реально но пока не забывайте но пока не забывайте